Лжеправительство Донецка продолжает назначать по указу Путина россиян на высокие должности. В июне была первая фаза назначений в Донецк из Кремля. Россия уже не скрывает, что имеет цели оккупировать Донецкий регион теперь уже российскими чиновниками у власти. Еще шесть человек из России назначены на должности в структуре так называемого правительства ДНР. Со спецификой Донбасса знаком. Перед тем, как направлен был сюда, полностью ознакомился и с структурой районов, экономическим сектором, в целом хозяйственной структурой экономики. Документы назначения подписаны именно им, псевдопремьером-министром Виталием Хаценко. Мы стремительно интегрируемся в правовое поле Российской Федерации. Убежден, что знания и компетенции наших новых коллег позволят нам быстрее и успешнее пройти этот путь, а также дадут дополнительный импульс для социально-экономического развития республики. Пропагандистка Мина Ахвердиева назначена заместителем руководителя аппарата так называемого правительства. Она называет себя журналистом, работала корреспондентом и редактором разных политических изданий. После проработала в пресс-службе Железногорска, а потом перевелась и до 21-го года работала в пресс-службе губернатора ближе к границе с Украиной, Белгородской области. На пост заместителя руководителя аппарата псевдоправительства назначен сибиряк Денис Питкун. Пять лет Питкун проработал в системе российские железные дороги, а позже стал помощником заместителя председателя правительства Ярославской области. Перед назначением России Питкуна в Донецк он занимал должность замначальника отдела департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга Российской Федерации. Татьяна Шевцова стала руководителем секретариата псевдоправительства. Долгое время Татьяна работала в региональных органах России и помощником руководителя секретариата Ставропольского края. Салихардец Вадим Елизаров назначен заместителем руководителя аппарата. Работал в региональных органах государственной власти и служил уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ямало-Ненецком автономном округе. Здесь градус доверия очень на высоком уровне. Что они все забыли на украинской земле? Татарстанец Рустам Мингазов. В прошлом советник председателя правительства по вопросам экономики. Он работал в Минпромторге Российской Федерации. В настоящем советник председателя так называемой ДНР. Хотел бы пожелать вам успехов в дальнейшей работе, здоровья крепкого. А этот столичный Владимир Зверков. Он был в России на должности заместителя директора департамента регионального развития Минэкономразвития Российской Федерации, которым он проработал с начала российского вторжения в Донецкую и Луганскую область еще в 2014 году. Большой потенциал еще есть для реализации в дальнейшем проектов. Москвич, так называемый ДНР, стал первым заместителем министра экономического развития, которого там нет и не было с приходом русского мира. Сергей Власов, наверное, единственный из Донецкого региона. Ему 39 лет. Он отдавал присягу в Донецком Дюи, еще при Украине. Потом ушел в строительные компании, а с приходом русских возглавил департамент Министерства промышленности и торговли, так называемого ДНР. Сергей Власов назначен директором государственного автономного учреждения Фонд развития промышленности. Как бы это глупо ни звучало, но псевдоправительство в республике считает... Перед фондом стоят задачи по сохранению и развитию производственного потенциала, полноценной загрузке производственных мощностей промышленных предприятий республики, повышению инвестиционной привлекательности в отраслях промышленности. Это тогда, когда за все 8 лет войны Донецкой регионы разграблен и вывезен был на металл в Российскую Федерацию. Псевдопредседатель правительства Донецка Виталий Хаценко решил создать для молодежи Донбасса дополнительные социальные и карьерные лифты в республике, которая пошла ко дну еще в 2015 году. Речь идет о создании Министерства по молодежной политике. Мы должны сделать все возможное, чтобы молодежь возвращалась в республику. Нужны эффективные инструменты, кадровые проекты и решения, которые помогут молодым людям реализовать себя именно здесь, чтобы приносить пользу и развивать Донбасс. Необходимо создавать условия тем, кто хочет работать. Российская Федерация во главе с главным диктатором довела Донбасс до нищеты. Остается задать один вопрос российским карателям-спасителям. Где вы были все эти восемь лет? Уничтожали регион? Убивали людей? Лишали домов украинцев?